Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Техной Нот и его команда. В эфире очередная серия ежедневного проекта «Календарь автомобильной истории», в которой мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, ну а может быть совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 2 февраля. 2 февраля 1868 года на острове Angel Island, штат Калифорния, родился Чарльз Бреди Кинг, американский конструктор и предприниматель. В 1895 году он организовал компанию American Motor League, первую в США организацию, занимающуюся проблемами совершенствования дорожных условий. На 3 месяца раньше Генри Форда изобрел свой первый автомобиль и 6 марта 1896 года выехал на нем на улице Детройта. А в 1902 году создал, принесший ему популярность, автомобиль Silent Nosser. В 1910 году Чарльз Кинг создал еще одну свою автомобильную компанию King Motor Car Company, занимающуюся выпуском автомобилей. Однако в 16-м году решил переориентировать свой бизнес и перешел к выпуску двигателей для авиации. Чарльз Кинг был одним из основателей в 1939 году зала автомобильной славы, тогда называвшимся автомобиль Old Timers, куда и был внесен в 2007 году. 2 февраля 1901 года русский инженер и предприниматель Ипполит Владимирович Романов подал прошение в Петербургскую городскую думу об открытии в столице 10 линий электробусов собственной оригинальной конструкции. Публичную демонстрацию своих электрических экипажей он проводил еще за два года до этого. 2 февраля 1922 года 29-летний эмигрант из России Морис Маркин основал в США Checkers Cup Manufacturing Company, где начал производить автомобили для такси собственной конструкции. Компания работала вплоть до 1982 года, затем стала производить детали для компании General Motors до января 2009 года, когда было объявлено о ее банкротстве. 2 февраля 1923 года в Дейтоне, штат Огайо, США открывается первая заправка, отпускающая этилированный бензин. Сейчас даже немногие знают, что это такое, а суть в том, что к низкооктановому топливу добавляется тетраэтилсвинец, повышающий октановое число и снижающий детонацию к минимуму. Все бы ничего, но эта штука очень вредная и отравление тетраэтилсвинцом вызывает приступы паники и прочие галлюцинации. Вот эти вредные факторы и привели в итоге к запрету использования такого бензина. 2 февраля 1962 года с самолетом из Англии в Калифорнию без двигателя и трансмиссии прибыл первый ростер AC, созданный при участии Кэролла Шелби по оригинальному рецепту. Большой и надежный американский двигатель в легком европейском шасси. В ту ночь Шелби приснилась Кобра, поднявшаяся для удара. Проснувшись, он понял, название Кобра больше всего подходит для этой машины. Спустя 8 часов на автомобиле уже стоял мотор 260 Хайпо и 4-ступенчатая коробка Борг Варнер. Первая Кобра была готова. В 1964 году автомобиль показал скорость 298 км в час, став на тот момент самым быстрым дорожным автомобильным в мире. Почти 30 лет спустя AC Кобра послужила источником вдохновения для создателей еще одной американской легенды – Додж Вайпер. 2 февраля 1968 года на трассах близ села Тимофеевка начались эксплуатационные испытания автомобилей ВАЗ-2101 будущей Копеечки. Два года спустя машина встанет на конвейер. В этот день в 1982 году публике впервые был представлен автомобиль Вольво 760. 2 февраля 2012 года с конвейера завода Kia Motors Словакия в городе Жилино сошел миллионный автомобиль. Им стал белый универсал Kia Ceed с дизельным двигателем объемом 1,6 литра. Юбилейная машина была передана Словацкой общественной ассоциацией «Красноносые доктора-клоуны», члены которой артисты работают с детьми в больницах. В этот день в 2015 году начались продажи автомобилей Peugeot белорусской сборки. Седана Peugeot 301 и кроссовера Peugeot 3008. Сборка техники производилась на промышленных мощностях завода Unison, расположенного в деревне Обчак, в 10 километрах от Минска. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так будет удобнее следить за выходом новых серий. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео только культурно. Будет замечательно, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok